Грузия сегодня попыталась перевести обвинение против России в юридическую плоскость. Утром иск официального Тбилиси против Москвы начала рассматривать Международный суд ООН в Гааге. Это высшая судебная инстанция, решает межгосударственные споры. В документах, которые получили юристы ООН, говорится об ущемлении прав грузинских беженцев и о неправомерных действиях российских властей. Сергей Халашевский, следивший за ходом первого заседания, пришел к выводу, что этот процесс, по всей видимости, будет долгим. Дворец мира в Гааге. С 1946 года здесь находится Международный суд ООН. Высшая судебная инстанция, предназначенная для решения юридических споров между государствами. Сейчас мало кто помнит о том, что инициатива по созданию прообраза этого суда, Третьейской палаты, принадлежала России, а точнее даже Российской империи и царю Николаю II. Сегодня здесь, конечно, царя никто не вспоминал, но много говорилось об имперских традициях и особо старалась грузинская делегация. 15 судей в Мантиях медленно вошли в зал и затем председательствующая Розалин Хиггинс зачитала претензии Грузии к России. Тбилиси призывает суд рассмотреть ситуацию на Кавказе, называет все случившиеся расовой дискриминацией. Обвиняет Россию в поддержке сепаратистов в Южной Осетии и Абхазии. При этом, педалируя эти темы, грузинская делегация старается сместить акценты и уже не говорит о том, кто первым начал боевые действия. За всю новейшую историю Международного суда в Гаге здесь проходило более 40 судебных процессов. Обязательно решение Международного суда в том случае, если государство признает его юрисдикцию. Все дело в том, что мы признали юрисдикцию Международного суда по некоторым вопросам, связанным главным образом защиты прав человека с борьбой против расовой дискриминации. И в частности, по конвенции о ликвидации расовой дискриминации 1965 года. Именно по этой конвенции Грузия обратилась в Международный суд, чтобы привлечь Российскую Федерацию непосредственно к этому разбирательству. При том, что Международный суд, в общем-то, не играет какой-то ведущей роли в отношениях между государствами, он все же является юридическим инструментом, который на этот раз Грузия использует в своих интересах. Извините, я не говорю по-русски. Для меня эта речь была очень эмоциональной. Я грузинка, и когда я говорила перед судьями, я вспоминала о тех патриотах своей страны, которые погибли во время этого конфликта. Сама постановка вопроса удивляет обвинять Российскую Федерацию в расовой и этнической дискриминации грузин на территории Абхазии и Южной Осетии. То есть этот вопрос поставлен из головы с ног на голову. Как раз сейчас в эти минуты во Дворце мира проходит слушание российской стороны. На этом судебное заседание сегодня закончится, и для судей Международного суда начнется бумажная часть работы. Сколько она продлится, никто не знает. Международное правосудие никогда не торопится. И вполне возможно, что года так через два или три, когда судьи наконец вынесут решение, мир уже изменится. Сергей Халашевский, Леонид Сокольников, Инона Микеладзе, телекомпания НТВ, ГАГА, Голландия.